так мы продолжаем открывание банки с томатами продолжаем и в ту паузу которая была значит ты продолжишь но делай свое дело вот наша тема делай свое дело это интересная тема но есть более высокий уровень и прав человека и только самореализовываться профессионально и выполнять свой долг но быть свободным и все что препятствует человеку реализовывать свое право быть свободным да то право который нам дал всевышний то и значит через насилие заставлять человека выполнять то или иное вот мне кажется что здесь более высокий уровень это отстоять свое право на свободу свобода слова свобода жизни свобода выбора по пути которому идти и прежде чем заняться своим делом нужно сначала быть не в рабовладельческом строе общество свободных людей это минимальное требование для того чтобы выйти на уровень выбора своего предназначения своих профессиональных предпочтений а наше общество свободных людей постепенно сейчас с помощью насилия я хочу подчеркнуть с помощью насилия над слабыми превращается в общество рабов а ты мне скажи вот те люди которые делают какое-то насилие они делают свое дело или они делают не свое дело а делают дело которое просто им дает какую-то выгоду да именно второй вариант получается они не на своем месте они не на своем месте так вот возвращаясь к вопросу о том что мы сказали значит человек должен быть на своем месте так но кто поможет человеку найти свое место и чтобы он делал свое дело компетентно общественно свободные люди вот данном случае кто может помочь человеку как бы сойти с того места которое не его место рабы нет только свободные люди для того чтобы люди почувствовали себя свободными они даже на это свое право вернуть себе потому что тот который на своем месте хочет чтобы они были рабами и это уже признак того что он на своем месте потому что он хочет быть среди рабов до возвышаться они нас они быть лучшим и доверенным забочимся о свободных людях он хочет быть рабами и с помощью насилия он это делает строит такое общество где рабы люди должны сказать слушай василий извини пожалуйста ты разговариваешься свободным человеком а тот ему горит нет ты раб берет и горки не сюда росгвардеев не я правильно раб законных я же вернулись тому что так кто должен поправить то есть вот такой парень такой парень который говорит слушай ты ты не с рабом разговариваешь не с рабом бей тот его бьет и раб говорит да я боюсь этих законов и как бы тухнет а свободный человек говорит да я понимаю что вы придумали эти законы чтобы я как бы рабом здесь был он говорит нет я мужчина в первую очередь я человек свободных я защищаю у меня есть две руки да есть как бы сердце горячее и он защищает людей понимаешь не он там стоят росгвардейцы в сторонке где-то и он там побежал на них там просто и убьют он защищает свою честь мужскую человеческую и глаз что-то хотел сказать у меня лишили слова вот что-то хотел сказать но начал чистить яйца не я внимательно слушаю и практикую как бы хорошо на что так точку зрения отстаивает а я с точки зрения организатора многих молодежных мероприятий могу сказать что любое действие оно должно быть любое мероприятие организован на любое соревнование спортивное скажем так родители приезжают ребенка приводит все уже готово а то что до этого судья оповещали регламент писали также и тут выражение свободной воли кто-то пишет сценарий и вопрос какое место в этом сценарии там занимаешь кто пишет для меня сценарий сегодня на тверскую нельзя почему не получается на тверскую никогда нельзя почему мы сегодня нельзя а в общем у тебя в бане ждали я сегодня хочу быть очень ли мы твои мнения уважаем не говоря поехали теперь вопрос ты делаешь свое дело я как мужчина и как человек отец как и друг как товарищ как можно для кого-то пример и просто как человек который получил своему мышцу за это не ругаем ты приехал живой здоровый с этого мероприятия для тебя все закончилось я выразил и мы счастливы что я чувствовал наш не спрошу зачем а я внутренне понимаю что я должен быть должен для себя может я заблуждаюсь поправьте меня мне кажется так вот если человек каждый человек делает свое дело на своем месте возьмем такой пример что человек на своем месте и в тот момент когда он не согласен с чем-то он продолжает делать свое дело нет он прекращает делать свое дело то есть он делал свое дело компетентно благо на общество но в один прекрасный день он прекращает дело своим делом таким образом показывая кому что он не согласен с какими-то действиями других в результате что происходит таких людей набирается много. Один человек прекращает делать свое дело, который на своем месте. Второй человек, третий человек. Так называемый происходит некое, ну, такое понятие забастовка. Да? Не кажется тебе, что вот такой метод более правильный для того, чтобы показать, ну, допустим, даже вот моей семейной жизни. Я вот возьму себя. Я там глава семьи, так назову. Я мужчина в доме. Я начинаю что-то там говорить. И вдруг я вижу, что я делаю свое дело компетентно, с пользой для семьи. Я вижу, что что-то не то происходит. Меня не понимают. То есть, с другой стороны, мне делают такие некие препятствия к тому, чтобы я выполнял свои функции. Я вижу, что это не то. Я что начинаю делать? Я прекращаю полностью их выполнять. Я полностью говорю, я не иду доказывать. Я, блядь, такой, такой, говорю так, я буду бороться за свои права. Я просто прекращаю делать. День, два, три, месяц. Если те люди не работают. Работают? Не работают. Работают. Отвечаю, не работают. Работают. Нас всех в двадцатом году посадили на забастовку. Мы туда не просились, а нам говорят, ребята, посидите на забастовке. Нет, это нас попросили. А если вот мы сами? Вот, если мы сами, вот нам посмотрели, а что будет-то? Да ничего не будет. Все будут сидеть и, как мыши. Ты тренировал людей много лет, да? Взяли ситуацию, создали, сделали тебе препятствия и, по сути дела, поставили под угрозу, да? Не, мне сделали препятствия, мне сделали внешне. А я сам, если пойду на то, что я в один прекрасный день перестану работать на фабрике по призыву. И ничего страшного. И ничего страшного. Этому, вот этим внешним условиям, назовем их так, регулирующим всю жизнедеятельность общества. Ну, ничего страшного. Потерялся просто. Был человек, делал свое дело, потерялся. Тьфу на тебя. И все. И они посмотрели в двадцатом году. Могут они плюнуть на всех? Могут. На всех плюнули. И ничего. А люди не перестали делать свое дело. Люди продолжали. Ты знаешь, кто-то перестал на время. Понятно, что люди вернулись к тому, что без чего жить нельзя. Но они уже сейчас, извини меня, даже на улицу выйти не могли. Без какого-то QR-кода, еще какой-то бодяги. Понимаешь? Ты забыл что ли это время? Потому что люди, которые регулируют эти процессы, QR-код и так далее. Они не на своем месте. Тебя оштрафовали, знаешь? Да. Ну, ладно. Не на своем месте. Так что делать? Они не со своего места, знаешь, они к нему как к своему уже привыкли. Просто... Смотришь ты мне хлебы черные, пожалуйста, пожалуйста. Это не моя компетенция. Это не мое дело. Быстро. А вот такое выражение, кстати, вот такое выражение А это не мое дело. Во, вообще не мое дело. А? Вообще классно. Делать свое дело, а это не мое дело, а? А? А на это что вы скажете, господин, напротив? Смешно. Батенька, скажите. Смешно. Батенька. Я туда. Скажите, батенька, а на это что скажете? Смешно. Однозначно. Многозначно. Человек многозначно. Многогранное существо. Человек, многозначно и животное. Догозначно. Человек находится на грани духовных и материальных энергий. Человек находится на грани вымирания. Человек, это звучит гордо. Дядя, а вы с кем сейчас разговариваете? Давай. Влад, ну что, ревни. Это, повитушить, да? Или забрать твою компетенцию, скажем так. Вот мы этого послушаем, послушаем. Это не моя компетенция, только я делаю. Должна быть, ну как, зачем ты этим занимаешься? Какая-то ценность должна быть. Ценность, во. Ценность. Делай свое дело, и получается ценность и результат. Правильно? Задел на будущее. Мне кажется, создается свобода воли и изъявления. Ты сейчас создаешь свободу воли и изъявления. Сейчас он ест чизкейк, приготовленный любезно. И он такой вкусный. Да, супруга? Мы, да, понимаете, дайте я что-нибудь расскажу вам. Делать свое дело? Да. Давайте расскажу и пойду снова. Когда приходит тренироваться, допустим, здесь человек, и у всех разный уровень компетенции, да? Как раньше? Ну, один знает, вот ты говоришь, ой, всех похвалили, меня там не похвалили. Ну, образно там. Один не знает, ну, вообще, чистый лист. Другой на двойку, третий на тройку, четвертый, четверка и пятерка. Ну, по нашей школьной системе, к которой мы привыкли там. Пять. Что с ними делать? Да. Обычно, что делают учителя? Они берут и подтягивают, кому внимание уделяют? Отстающим. Правильно? Оп. Да. Вот мысль поймете? Угу. Я знаю. Они любят тех, кто отстает, кому они вкладываются. И я прочитал, что это чуть-чуть ошибочное, ну, Оно об этом сказал тоже. Оно общепринятое, но оно ошибочное. И что нужно делать? Нужно подтягивать у того, у кого 4 до отличника. Допустим. И тогда получается уже 2 отличника. Затем, у кого, пока ты занимаешься эти, слабенькие, они не провисают, а наоборот еще подтягиваются. И тогда вся группа потихоньку выравнивается, то есть уже становится. 64 чемпиона СССР. Или 56? 64. 64 чемпиона СССР у Чумакова. Круто вообще. А сколько призеров не с честь? Ну, вопрос еще, а судьи кто? Судьи? Всероссийские. Всероссийские. Всесоюзные. Всесоюзные. Всесоюзные тоже люди. Судьи всесоюзного. Значит, что ты хочешь сказать? Я хочу сказать, что вот тренера, используйте инструмент. Не тянитесь за слабыми, подтягивайте к сильным, если мы про групповые занятия. Но сейчас время так поменялось, что сейчас онлайн, допустим, вот то, что мы делаем, Роман делает. Нам и так хорошо, без камеры. Но если кому-то это еще дополнительно принесет пользу, а еще вообще многим может принести, то мы сейчас... Вот мы делаем свое дело вот в данной ситуации, как вы думаете? Я свое делаю, я принимаю гостей. А вы, как гости, тоже себя хорошо ведете. Потому что вели бы себя плохо, да, табуреткой. Понимаешь, о чем я говорю? Значит, ты... Я делаю свое дело, как хозяин дома. Ну, как роль. Роль, да. Я прям стараюсь. Подожди, это роль. А дело ты делаешь свое? Конечно. Где? Ну, печку затопил, это самое, воды наносил, дров нарубил. Ну, это немало. С том на кран. Многограммная личность, понимаешь? И говорит, принимает участие в беседе, которую, тему, которую ты задал. А мы и делаем свое дело вот в данной ситуации? Да, вы вкушаете. Мы отдыхаем, общаемся, раскрываем собственный мир, как бы обогащаем. А пользу мы приносим хозяину? Конечно. А зачем пользу? А ты знаешь, если... Ну, как бы, делать свое дело для того, чтобы принести пользу? Нет, тогда бы не было такого долгосрочного сотрудничества, понимаешь? Если пользу... То есть, баланс. Мы сейчас вернулись к слову баланса. Он уехал домой, но вернулся. Понимаешь? А мог бы уехать и сказать, я еще сижу в Кирове, меня нету, ребята. это... И это самое... Он мало того, он оставил еще нам даже ключи, чтобы мы парили. И вы все мне рассказывайте, где я оставил ключи. Вот это... Есть обратная связь. То есть, у него есть амакосе делать свое дело и вот при этом амакосе и доверять другим, что они тоже делают свое дело. Ну, что будет все в порядке, как бы, у них есть право на ошибку? Одну. У них есть право на ошибку? У них должно быть право на ошибку. Зачем? Мы же не ошибаемся. Мы действуем... Если человек делает свое дело, компетентный, разве может он ошибаться, если он делает свое дело? С точки зрения стороннего пользователя... Это не ошибка. Он может сказать, ой, ты неправильно делаешь. Это его проблема. Да. Это нет. Вот если с точки зрения стороннего человека о другом, то сторонний человек должен допускать, что другой может ошибаться. Не, ну, Мне понравилось вот так Пришел, я тут окно помыл Говорит, здорово Я говорю, ну так фигово получилось Он говорит, как смог В следующий раз помоешь лучше То есть можно горевать, что у тебя там А можно, что оно должно Именно идеально там быть А можно на уровне своих компетенций Но не как хирург Как ты говоришь А так сойдет Я тебе не говорил Ты конечно не говорил, просто хирург Что тяп-ляп тоже Нужно делать максимально хорошо На что ты возможен Но это можно только тогда делать, когда ты на своем месте Когда ты на своем месте Тогда у тебя есть А судьи кто? Вот говорил Влад Как Влад говорил А судьи ты кто? Как человек сказать Если ты говоришь мне, например Ты Рустем не на своем месте Нет А Влад говорит, ты на своем месте А другой говорит, не на своем Слушайте, ребят У вас разделились мнения Разделились мнения И даже если 90% Или 80% Как по закону Паретта Говорит мне Ты не на своем месте А я внутренне чувствую Что на своем Просто еще время не настало Время не настало Что мне теперь Тебе поверить Или себе? А вот здесь как? Здесь уже действие доверия Если ты доверяешь Да, мне твое мнение очень важно Я тебя уважаю Но ты не понимаешь Что я еще в точке Не расцвета А в точке только начала А ты говоришь Ты не на своем месте Тебе уже пора Давно было расцвести Тебе уже 45 Расцветай А ты еще никак не расцветешь А я говорю А я в 50 только расцвету А ты говоришь А может и нет А может и нет Но ты не даешь меня расцвести Подводим итог С вашего позволения Такая Закон противоречия Сильная На мой взгляд Очень глубокая тема Делать свое дело И Я хочу пожелать всем Чтобы Пытались все-таки Найти свое дело в жизни Которое вот Совершенствовать Ну да, Влад А у меня тоже есть заключительность И Не знаю Насколько мы ее открыли Закрыли эту тему Подняли вопрос Захотите Что-то напишите Там в комментариях Захотите Нет Мы Высказали Какие-то свои мысли В данный Временной отрезок Это здорово А можно еще я? Я бы хотел Что сказать Что При условии Что здесь собрались люди Которые Так или иначе Связаны Идеи Боевых искусств И Априори Предполагается Что Понимание Друг друга Будет Максимальным Наилучшим Да Даже При всем при этом Мы остаемся Разными людьми Разными личностями Да Разного возраста Немного Разного там Как бы путей Которые мы прошли И Обсуждая Какие-то Казалось бы Понятные темы Мы все равно Не едины Да Мы иногда Противоречим Иногда Дополняем Друг друга Я бы хотел Чтобы каждый Человек Каждый человек Обсуждая Соприкасаясь С мнением Других Он для того Чтобы Это общение Было максимально Эффективным Теплым И полезным Для каждого Даже если оно Немножко идет Скажем так В горячих Таких вот Терминах Да Соблюдал Соблюдал Именно такие вещи Что Свобода Человека Да Ненасилие И очень важно Знание Да А в знаниях Очень важно Как бы Последовательность Да То есть Если ты первоклассник И тебе Десятиклассник Доказывает Что ты неправ То Мне кажется Десятиклассник Немножко неправ В том Что он Говорит Слушай Я общаюсь С первоклассником Да Я его Тыкаю в нос В его ошибки А он же Первоклассник еще Надо 9 лет Подождать еще И вот Мне кажется Что мы должны Быть друг другу Более терпимы И И идти Каким-то Общим процессом Образования Да Образование Даже Слово не образование Оно уже Нарицательное А слово Познание жизни Да То есть Вот Именно стремление Каждого К самосовершенствованию Да К познанию Законов жизни Оно Очень нужно Для того Чтобы Общение Как одна из форм Скажем Сосуществования Людей Оно было Максимально Эффективным Я заслушаюсь Спасибо всем Пропытаться Не надо ничего Пытаться Просто Делайте Лайк Да Два Три Четыре До новых встреч Не надо пытаться Сосуществования